О загадочном острове Барсакельмес наверняка многие из вас уже слышали. «Пойдешь и не вернешься» – так переводится на русский язык название острова, который находится в Аральском море. Барсакельмес называли самым закрытым островом всего Советского Союза. Попасть сюда было практически невозможно из-за строгого пропускного режима, но те, кто там побывал, утверждали, что в одном месте этого острова часы останавливаются, в другом бегут как сумасшедшие. Кое-где слышится непонятный треск, а в ушах раздается эфирный шум, как в радиоприемнике. Ночью многие замечали, как между пальцев у них проскакивали искры, и почти у всех появляется беспричинное беспокойство. Однако на Барсакельмес частенько происходило и нечто более серьезное. Люди там часто наблюдали неопознанные летающие объекты, которые переливались разноцветными огнями. Зафиксировано множество случаев пропажи людей, которые попадали на этот остров. Некогда остров служил прибежищем для беглых рабов, спасавшихся из Хивы, так как это было одним из немногих мест на Арале, где имелась пресная вода. Беглецы, отсидевшись на острове, возвращались в родные края и с удивлением узнавали, что за время их отсутствия прошли не месяцы, а долгие годы. Постаревшие родственники узнавали их с трудом. Очень интересная история связана с проживанием на этом острове человека, которого называли Абдеразаком. Имя этого человека связывают с некой загадочной линзой. Это туманное кольцо, которое якобы могло переносить любые предметы в некие параллельные миры. По рассказам людей, Абдеразак использовал линзу Барсакельмеса, чтобы заглядывать в будущее. Одним из таких заглядываний стал эпизод, относящийся к 1960 году. Якобы сентябрьским утром 1960 года старик Абдеразак заглянул в туманное кольцо, и оно ему показало полет человека в космос. Мы все знаем, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. После этого старик предупредил, чтобы никто не пытался проникнуть в линзу, но слушать его не стали. На остров была отправлена военная экспедиция. Для исследования в линзу сперва направляли собак, но зашедшие внутрь слишком далеко животные обратно уже не возвращались. Тогда было принято решение, что вовнутрь поедет танк, оборудованный множеством измерительных приборов. Для страховки к танку прикрепили металлический трос. Военный транспорт медленно влезал в линзу. Танкист находился в постоянном эфире и докладывал обо всем, что он видит. Внезапно танкист замолчал. Когда ему был отдан приказ на возвращение, его ответ поразил всех. «А какой смысл мне теперь возвращаться?» Так ответил танкист. После этого в эфире восстановилась тишина. После того, как танк с помощью тросов вытащили из туманного облака, танкиста в нем уже не было. Зато была обнаружена экипировка военного, из которой тело танкиста просто исчезло. При этом все люки в танке были закрыты изнутри. Но, пожалуй, самая таинственная история, связанная с этим островом, произошла в 70-х годах с солдатами войск специального назначения КГБ СССР. Эту удивительную историю нам рассказал ее непосредственный участник, майор Н. Его имя по естественным причинам мы раскрывать не будем. Вот что он нам поведал. О загадочных событиях, происходивших на Барсаке-Льмес, стало известно председателю КГБ СССР Юрию Владимировичу Андропову. После специального совещания Андропов распорядился сформировать комиссию из сотрудников научно-исследовательского института. Была дана команда обеспечить исследователей всей необходимой аппаратурой и техникой. И вскоре укомплектованная экспедиция, в числе которой находился сотрудник КГБ, отправилась на остров. После высадки на Барсаке-Льмес связь с группой еще была, но через несколько часов группа перестала выходить в эфир, и больше о ней никто ничего не слышал. После этого события комитетом госбезопасности было принято решение отправить на остров группу спецназа КГБ с целью обнаружения пропавших ученых. Был полдень, когда военный катер с десятком автоматчиков и тремя офицерами на борту уткнулся носом в песчаный берег острова Барсаке-Льмес. Водная гладь Аральского моря была спокойна, на небе ни единого облачка. Поэтому визитеров сразу удивила клубившаяся невдалеке серая стена тумана. Через несколько минут, растянувшись шеренгой, солдаты вступили в полосу тумана. В этот момент майор Н., который командовал группой, ощутил непонятную тревогу. Пелена тумана вдруг резко оборвалась, и военнослужащие уткнулись в высокий забор. Майор, ухватившись за верхний край забора, подтянулся, чтобы заглянуть за него. Он увидел невысокий скалистый холм, рядом с которым находился шар метров пяти в диаметре, переливавшийся на солнце серебристым блеском. Неподалеку от загадочного объекта стояли три странно одетых существа. На поясе у каждого висел предмет, напоминающий оружие из фантастических фильмов. Спрыгнув на землю, майор приказал солдатам бесшумно двигаться вдоль забора. Оружие снять с предохранителя и быть готовыми к бою. План действий у него был прост. Там находятся вооруженные люди, и их нужно задержать. Если они вдруг окажут сопротивление, необходимо применить силу. Вскоре в ограде показался широкий проем. Майор, махнув рукой, отдал команду, и все молча двинулись к сверкающему шару. Существа, стоявшие у него, схватились за оружие, которое висело у них на поясах. Но спецназовцы мгновенно отреагировали, открыв огонь из автоматов. Существа попадали. Подбежав к шару, солдаты обнаружили за ним вход в пещеру. Спецназовцы направились к пещере. Войдя в нее и пройдя по длинному проходу, военные очутились в большом зале, уставленном длинными столами с непонятной аппаратурой. За столами, склонившись над приборами, сидели облаченные в странные комбинезоны огромные существа более чем двухметрового роста и внешне очень похожие на людей. А вдоль столов прохаживались гуманоиды маленького роста в серебристых комбинезонах. Зал был залит ровным светом, льющимся неизвестно откуда. Увидев военных, один из маленьких гуманоидов сразу же уничтожил солдата неизвестным оружием. Со слов майора, солдат просто сгорел на месте. Спецназовцы открыли ответный огонь из автоматов по существам. Было видно, как падали маленькие гуманоиды, однако пули совершенно не причиняли вреда двухметровым гигантам. Они-то и дали отпор нападавшим солдатам. Всего в этой бойне было уничтожено семь спецназовцев. Все они также сгорели заживо от неизвестного оружия гигантов. Майор дал приказ оставшимся в живых спецназовцам к отступлению. Офицер подметил странную деталь. Гиганты почему-то не стали преследовать солдат, выбежавших за пределы пещеры. Об инциденте доложили на самый верх руководства страны. Буквально через пару дней на острове началась сферсекретная военная операция. Но она оказалась безрезультатной. Прочесав вдоль и поперек Барсакельмес, солдаты не обнаружили ни забора, ни пещеры с гуманоидами. По мнению уфологов, на острове Барсакельмес располагается база инопланетян. Она, вероятно, была оборудована мощным электрогенератором, который и стал виновником аномалий, происходивших с аппаратурой и временем на острове, а также возникающего в ушах людей шума, если они забредали в центральную часть Барсакельмеса. Подобные базы инопланетных существ имеются и в России. Местные жители, а также исследователи аномальных явлений знают, что Байкал является своеобразным магнитом для НЛО. В 30 километрах к востоку от острова Альхон находится особый участок, площадью около двух километров. Его называют «чертова воронка». Здесь пару раз в год спокойная вода вдруг начинает бурно вращаться. Воронка увеличивается в диаметре и засасывает все, что попадается на пути. Эту зону окрестили еще Бермудским треугольником Байкала. Именно здесь часто видят в небе НЛО и странные свечения из-под воды. На южном берегу Байкала есть поселок Максимовка. Жители этого поселка настолько привыкли к постоянным появлениям НЛО, что уже просто не обращают на эти объекты внимания. В этих местах НЛО прилетают и погружаются в воды Байкала, вылетают из озера и в общем чувствуют себя там, как дома. По неофициальной информации, очень таинственный случай произошел в 2005 году на севере Байкала во время окружных сборов подразделений водолазов-разведчиков. Ветераны рассказывают, что во время выполнения учебного погружения бойцы этого сверхсекретного подразделения столкнулись под водой с группой неизвестных пловцов. Вначале их приняли за подводных диверсантов вероятного противника. Наши водолазы попытались задержать нарушителей. Завязался подводный бой. Несколько наших водолазов погибли. По некоторым данным, под водой произошла встреча с очень странным противником. Таинственные пловцы имели рост не менее трех метров. Они были в серебристых костюмах и на головах у них были сферические шлемы. Но самое главное, эти пловцы не имели аквалангов. И под водой они передвигались со скоростью, невозможной для обычного человека. Министерство обороны не комментирует этот эпизод. Ветераны военно-морского флота говорят, что доклад наверняка имел высшую степень секретности. Существовал в единственном экземпляре и скорее всего сразу был уничтожен. Так кто же были эти таинственные пловцы? Все указывает на то, что наши разведчики имели встречу с инопланетными пришельцами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok